В конце 2015 года я переехал в Эстонию, в Таллин, в столицу и живу здесь без малого уже 6 лет. За это время я сменил множество работ, множество квартир, получил бесценный опыт и даже завел влог про Эстонию. И в этом видео я расскажу о минусах жизни в Таллине и почему я в итоге решил уехать из этого города. И вот один из минусов будет с нами, наверное, все видео. Это шум. Здесь за живой изгородью находится достаточно оживленная дорога, по которой ездят машины, а соседи время от времени пилят дрова и ничего с этим не поделаешь. Таллинн это такая типичная северная Европа. Каждый турист знает о старом городе в Таллине. Это место мне особенно нравится и я очень сожалею, что не пожил там хотя бы несколько месяцев. Жить там в доме, например, 15-16 века с длинной хорошей интересной истории. Ходить в аптеку, которая работает без малого 600 лет, либо ходить в кафе. Есть сладости, причем это кафе там существует, есть на этом месте, работают там, к примеру, 150-200 лет подряд. Жить в месте, которое пропитано историей. В Таллине очень много районов с богатой историей со времен первой Эстонской республики, со времен деревянной застройки. Это такие красивые деревянные дома. Вот если вы говорите там о Швеции, о Норвегии, то вам всегда будут вспоминаться вот эти вот виды такой северной Европы, которые есть, к примеру, в Таллине. Таллине достаточно хорошая градостроительная политика. Город двигается, открывается к морю, появляются новые микрорайоны, особенно в центре, на месте бывших промзон. Это действительно очень комфортные, интересные места, где кипит жизнь, где хочется жить, где хочется гулять, бродить, путешествовать. Но как только ты переезжаешь, и так на самом деле у большинства людей ты оказываешься в спальных микрорайонах. Притом советские микрорайоны в Эстонии, в Таллине в частности, содержатся в очень хорошем состоянии. В Таллине в таких районах свежие чистые газоны, нет там километров заборов, лебедей из покрышек. Деревья у нас не белят, а благоустройство выглядит не колхозно. В итоге даже заставляет немного пересмотреть некоторые свои взгляды на такую застройку. В таких районах действует свой дизайн-код. Дома реновируются и утепляются централизованно, а внешний вид похож на районы восточного Берлина. Естественно, эти микрорайоны не лишены недостатков любых других микрорайонов. Это проблема с планировкой, когда непонятно, какая земля относится к какому дому. Есть огромные участки неиспользуемой земли, хотя здесь они зачастую превращены в небольшие парки, там проложены тропинки, там гуляют люди. Также есть проблема с парковками. Эти дома никогда не были рассчитаны на такое количество машин, а сейчас втайне идет активная автомобилизация, что превращает дворы таких домов в просто беспрерывные парковки. Я жил в таком доме, жил причем на первом этаже, и каждое утро, особенно зимой, в темное время, я просыпался не тогда, когда мне этого хотелось, а тогда, когда просыпались соседи, и кто-нибудь заводил машину, решал, что будет очень классно постоять пять минут с включеными фарами работающим двигателем, а в итоге тебе просто всю квартиру на первом этаже освещают. В самих таких микрорайонах нет ничего плохого, криминального, это не гетто, там не живут какие-то другие особенные люди, это вполне хорошее место для жизни. С той лишь разницей, что не такие виды я хотел бы видеть каждый день, просыпаясь, и не в таком районе я хотел бы жить, переехав в Северную Европу. Все минусы в моем списке взаимосвязаны, ведь, по сути, маятниковая миграция обусловлена наличием вот этих вот самых спальных районов. Утром из них уезжают, а вечером приезжают. Ведь, по сути, спальный микрорайон не становится частью города, то есть вы получаете те же самые проблемы, как будто вы живете в пригороде, с той лишь разницей, что вы не получаете плюсов и бонусов жизни в пригороде. Вы также ездите на работу туда и обратно, вы также стоите в пробках. Для того, чтобы отправиться в торговый центр, в кино, в бар, в ресторан, куда угодно, вам нужно выбираться в центр, либо в другой район. А в этом микрорайоне вы только спите. При этом это обычные пятиэтажки, девятиэтажки. Хорошо, что у нас в стране нет районов с человениками, с муравейниками, но в любом случае маятниковая миграция присутствует. И это абсолютно две огромные разницы, когда ты снимаешь такие микрорайоны утром и вечером. Днем в них пусто. Тут очень мало людей. Кто-то гуляет с собакой, кто-то гуляет с детьми, они прохожие, люди, которые работают, например, по другому графику, по короткой длинной неделе, в ночную смену. Здесь жизнь кипит утром, здесь полным-полно людей на остановках, здесь очень трудно, к примеру, вечером найти парковку. Во многих домах эта парковка либо платная, либо принадлежит данному квартирному товариществу, чтобы люди соседних домов не оставляли там машины. В общем, обычные, типичные проблемы. Первые этажи таких микрорайонов, они все жилые, вы не будете здесь гулять, а бизнес сюда не заходит, потому что, во-первых, нет площадей, а во-вторых, достаточно небольшое количество людей. А после 21, после 22 эти районы вымирают. Здесь нет ничего, кроме парковых, заполненных машинами и редких прохожих с собаками. То есть вам в любом случае придется выезжать куда-либо. Кстати, про обычные дворы, про спальники у меня был отдельный выпуск на канале. Несколько лет назад я показывал один из дворов, в котором я жил, и очень коротко показал, как он устроен. Здесь, нет, вот здесь будет подсказочка на этот ролик. В Таллине неплохая градостроительная политика. И в целом неплохо с современной архитектурой. Все на уровне с ведущими странами Северной Европы. Там с Норвегией, с Швецией. Таллинн активно открывается к воде и строится к морю. Получается очень достойно. При этом зачастую у нас все плохо с транспортным планированием. И столицу просто накрыла какая-то неконтролируемая волна автомобилизации. Я приехал в Таллинн на рубеже 2015 и 2016 года. И тогда в Таллине было 140 тысяч автомобилей. Сейчас их количество достигло 230 тысяч. Всего лишь за 6 лет. И по прогнозам количество автомобилей каждый год будет увеличиваться на 5%. Я помню то время, когда только приехал в Таллинн. Еще в 2016 году мы были на одном уровне с Стокгольмом, с Хельсинки, с Осло. С городами с очень невысокой автомобилизацией. Но сейчас мы их перегнали и продолжаем наращивать эти темпы. Все столицы в Европе теряют количество автомобилей на тысячу жителей. В Европе в основном идет прирост только за счет регионов. То есть в регионах люди постепенно богатеют, превращаются в средний класс. И покупают себе автомобиль из-за необходимости. Но Таллинн идет своим особенным путем и активно поддерживает эту автомобилизацию. И самое главное, что Таллинн продолжает развиваться, продолжает строиться. Но по-прежнему подстегивает вот эту беспрерывную автомобилизацию. Даже то, что касается новых норм при постройке домов. То есть на одну квартиру сейчас должно быть, по-моему, 1.4 парковочных места. Естественно, отражается на стоимости квартиры, даже если вы хотите купить квартиру, при этом не покупать парковочное место. В какой-то момент я приобрел автомобиль. Я очень часто езжу по Эстонии, снимаю разные ролики, езжу по работе. И автомобиль для меня был настоящим выходом. Потому что я люблю путешествовать поездами, но просто ненавижу автобусы. И до этого момента я много лет в Таллине пользовался общественным транспортом. Ходил пешком, ездил на велосипеде. И меня, в принципе, все устраивало. Но когда я попробовал пользоваться автомобилем, и после этого общественным транспортом, ходить пешком, велосипедом, я понял, насколько Таллинн на самом деле город для автомобиля, но не для пешехода. В то же время в Таллине делается очень много вещей для того, чтобы сделать город комфортным и доступным. Это, наверное, один из самых комфортных и доступных городов для людей с малой мобильностью, для пожилых, для людей с колясками на всем постсоветском пространстве. Это действительно так. Шум не является каким-то особенным минусом. Шум присутствует везде, где есть люди. И чем больше город, тем больше шума. Здесь же я опять, наверное, возвращаюсь к тому, что я большую часть времени прожил в спальных микрорайонах. И да, там бывает достаточно шумно, там много людей, там соседи. И при этом есть проблема в том, что вы не проживаете в какой-то очень удобной, хорошей локации, там, условно говоря, в центре города, чтобы говорить, да, у меня тут шумно, у меня много транспорта, ходят люди, но при этом посмотрите, то есть у меня отличный вид, у меня рядом море, у меня рядом старый город, от ресторана, кафе, бары, работы, у меня все рядом. Получается, что ты, в любом случае, имеешь шум, имеешь огромное количество соседей, и при этом не имеешь никаких плюсов, как имеют люди, которые живут там в центре города. Шум же, он бывает не только обычный звук. Шум – это может быть и свет. Вы, наверное, понимаете, как легко засыпается на природе, за городом, когда вы смотрите на небо и видите звезды. И при этом зачастую задумываешься, ведь в Эстонии очень много лесов, это очень малонаселенная страна, есть небольшие населенные пункты, которые расположены, допустим, недалеко от Таллина, и там очень удобно жить, и, к примеру, также вы будете добираться туда-обратно на транспорте. Та же самая маятиковая миграция, то есть вы получите плюсы пригорода, но в то же время лишитесь хотя бы хоть каких-то минусов проживания в городе, но при этом без плюсов этого самого города. В любом случае, я бы хотел, наверное, еще упомянуть вопрос велосипеда, веломинфраструктуры, потому что это очень популярная тема, и на велосипеде начал активно и часто ездить я именно здесь, в Эстонии, и очень долгое время, как и у большинства людей, у меня это был такой прогулочный вид транспорта, да, прогулочный вид транспорта, и именно в Таллине, наверное, одна единственная проблема с велосипедами, то, что мэрия и очень многие считают, что это исключительно транспорт для прогулок. И если смотреть мои другие ролики, то постоянно зрители знают, что я уже не раз задумывался о том, чтобы пожить в каком-то другом, небольшом населенном пункте в Эстонии, и настало время, когда я уезжаю. При этом Таллинн остается потрясающим, очень комфортным городом для жизни. Эти все минусы, они минусы, возможно, для меня, но это не такие минусы, которые заставляли бы людей массово уезжать из Таллина, наоборот, люди приезжают в Таллинн. А для меня Таллинн остается самым интересным и все равно самым любимым городом в Эстонии. Это город, от которого я черпаю вдохновение, это город с многообразием возможностей, это очень творческий город. В этом городе у меня очень большое количество новых знакомств, новые работы. И пока я просто решил двигаться дальше, ведь именно для этого нам и дана молодость.